Приветствую вас. Прочитал ваш вопрос. Смотрите, вам дали ответы уже по релаксации, по расслаблению. Я не вижу смысла повторять то, что мои коллеги уже написали. Вот, и вероятно, напишет еще. На момент записи этого ответа у вас было лишь только три комментария к вашему вопросу. И, собственно, во всех этих комментариях не было того, что я хочу вам сказать. Поэтому, если после публикации моего ответа будут уже похожие ответы, то заранее прошу меня извинить. Я хотел бы обратить ваше внимание на некоторые аспекты, которые мне кажутся достаточно тревожными, которые не относятся к непосредственному расслаблению, непосредственной релаксации, непосредственной бессоннице. В первую очередь, хочется сказать, что бессонница, как вы правильно отметили, это невозможность расслабиться. Невозможность расслабиться означает невозможность позволить себе прогрессировать, то есть отдохнуть, ничего не делать, да, не быть должным, не быть ответственным. Постоял нас все время. Складывается такое впечатление, что у вас нет поддержки родных, близких, у вас нет поддержки отца, ребенка, которая должна быть, обязательно. Складывается такое впечатление, что вы одна тащите на себе ребенка. И это на самом деле очень тревожный момент, потому что одна вы, может быть, исправитесь, но очень тяжело вот такой ценой. Это важно понимать. Дальше. Вы пишите, значит, находимся на грудном вскармливании. Вот знаете, как вам сказать, вы не написали, сколько ребенку лет, но, то есть, ну, какой возраст ребенка, так понимаю, что ему нет еще годика. Вот, но, тем не менее, то, что вы пишите, что находимся, говорит о том, что вы с ребенком слиты. Вы, ну, воедино. Вот. Понимаете? Здесь мне кажется, что вам, напротив, нужно немного от ребенка отдалиться. Мне кажется, что вам необходимо здесь больше думать о себе. Вот. И вообще рассмотреть, ну, момент, насколько необходимо грудное вскармливание. Вот, если вам это тяжело дается, если вы негативно на это реагируете, то, возможно, это вам не подходит. Тут можно воспользоваться детскими смесями, там, чем-то еще. Вот. Потому что, ну, это тяжело очень переживать это. Вот. А дальше, мне не очень понятно, почему вы с ребенком вместе бодрствуете два часа. То есть, я понимаю, что вы его, там, кормите. Вот. Но, потом, после кормления, вы можете, вы не обязаны, не должны быть с ним. Вот это может быть ваш муж, это могут быть ваши родные. Вот. Понимаете? То есть, очень остро чувствуется здесь, что вы как-будто одна. Дальше. У меня началось бы сониться так, не могу сразу уснуть, расслабиться, как будто что-то выдергивает и выдергивает. Это вот требование, требование к себе, что я должна здесь вот успеть, я должна вот это сделать, я должна, 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 все должна сама. То есть, все вы, слишком много вы от себя требуете, слишком много на себя навариваете. Вы человек, и у вас есть, как бы, свои пределы. В данном случае бездонница означает, что вы своего предела достигли. То есть, пределы своего напряжения. Вот. Самое время перенаправить часть ответственности за ребенка. За ребенка. За ребенка на других следов в семье. Вот. Я без такого, что не высплюсь, сил не останется, на ребенка не справлюсь. Вот опять же, да? Сил не останется, на ребенка не справлюсь. Почему только вы-то должны этим заниматься? Почему только на вас лежит ответственность? Ребенок, он не только ваш. Знаете, какая штука? Мне задается впечатление, что ребенок только ваш. Вот. А я думаю, что у вас сил не останется. Не останется. А у вас сил не останется, чтобы ребенком занимался только один человек. Вот. Дальше. Поэтому с напряжением жду, когда же я уснул. За поскоримое, чтобы пока ребенок не проснулся. Момент здесь какой? Ваша ошибка именно тут в том, что вы ждете, когда уснете. То есть вы излишне концентрируетесь на... Ну, на сновидении. На попытку уснуть. В действительности вам имеет смысл перенаправлять свои мысли в этот момент на это трудно, что-то другое. Например, слушать музыку. Смотреть что-то. Так вы узнаете быстрее. И вновь, и вновь для меня загадка, почему вы не посвящаете себе, в общем-то, как бы так сказать, не посвящаете себе свободное время. То время, которое, ну, в принципе, у вас есть. Вновь для меня эта загадка, вновь мне непонятно. Непонятен ваш выбор, он не ящик. То есть ваш ребенок уснул, уснул. Вы понимаете, что у вас есть там, грубо говоря, часа, например, два, да? Ну, или три. И вот, как бы, у вас есть вот это время. Да, у вас есть столько времени. Ну, хорошо. Почему бы это время не использовать, допустим, ну, опять же, для себя? То есть вы, такое впечатление, да, что вот, ну, на себя вообще полностью, значит, забиваются во имя ребенка. Вот. Это не... Абсолютно не вариант. Такой. Знаете? И это, я бы не сказал, что любовь чистая, потому что при чистой любви, вы бы прекрасно понимались понимать, что сперва я люблю себя, а потом я люблю кого-то. Не наоборот. Вот. А вот получается, что ребенок для вас это... Ну, чуть ли, чуть ли, чуть ли, чуть ли не... Какой-то, знаете... Ну, может быть... Царь какой-то, бог, да? Которому вы должны... На постоянное, на постоянное основное, да? Вот. То есть, это, на мой взгляд, э-э-э-э-э-э-э-э... Позиция деструктивная. На мой, на мой взгляд. На мой взгляд, эта позиция очень деструктивная. Потому что так вы ничего хорошего себе не дадите. Вот. Дальше. Идём. Идём. Так. Понимаю. То есть не нужно брать с собой не могу, а вот этот момент он скорее повествует о том, значит, какая у вас выгода, вторичная выгода, то есть вы подсознательно не засыпаете, чтобы у вас была возможность, возможно, возможно, я не говорю, что это прям, ну, что это прям наверняка, была возможность в конечном итоге, ответственности даже нет за то, что происходит. Ну, мне так, вот, мне так ситуация видится, по крайней мере, вот. Мне видится ситуация такой, я, конечно, опять же, в этом не уверен, да, но мне представляется таким, один аспект. То есть вы хотите себя, естественно, я полагаю, не специально, не сознательно довести до состояния, когда вы не сможете для ребёнка твоего, значит, что-то делать. Вот. И после этого я полагаю, что вы сможете, как это вы себе, вероятно, лично объясняете, вот, вы сможете после этого позволить себе отдохнуть. То есть, на мой взгляд, на мой взгляд, это работает, ну, вот так, на мой взгляд, на мой взгляд. Я, конечно, не могу быть на 100% уверенным в том, что это действительно так, вот. Вот. Ну, мне, мне представляется, в ситуациях такой, то есть, опять же, здесь не хватает заботы о себе, опять же, здесь не хватает какого-то вот беспокойства о том, что, как я буду... Что со мной будет. Вот. И так далее. Знаете? Какая штука. Вот. И опять же, ощущение, что вы одна. Тут нет ощущения, что, ну, что есть кто-то, кто может вам помочь. Понимаете? Такого ощущения нет. К сожалению. К сожалению. К сожалению. Дальше, значит, справиться с собой не могу, пишите вы. Так, а момент, момент-то в чем? Все. Справляться с собой в этом смысле не нужно. Именно справляться с собой не нужно. Вам, значит, нужно наоборот раскрыть свои желания, свои потребности и все. То есть не нужно ни в коем случае не нужно с собой справляться. Вот. Так, значит, как, ребята, такое состояние? Не спокойно сцепать в таких условиях, когда время ограничено на все, но в этом месяце нужно обязательно суть, чтобы все будет набраться и отдохнуть. Ну, я бы сказал, что у вас два варианта. Либо вы осваиваете... Ээээ... НЛП? Вот. Либо нейролингвистическое программирование. То есть, программируете себе засыпать. Осваиваете, осваиваете там, например, медитацию, там, вот это вот, вот это все. Эээ... Либо вы... Ммм... Я что-то когда... Проводите... Ревизию, ревизию своего образа жизни. Вот. Эээ... Забирает, забирает семейный совет. Эээ... Доносите до своих близких, что... Вы, как бы, ну, не робот, что... Вы не можете... Все одна на себе, там... Грубо говоря, тащить. Вот. Что вы, ну, тоже человек, что вы хотите... Отдохнуть, это нормально. Вот. И... Пусть, значит... Вам нужно вместе с вашими родными... Ну... Найти выход из этой, собственно, ситуации. Вот. Вот мне видится... Мне видится... Ситуация стать такой. Вот. Вот. И... На самом деле... Вот. Второй... Ээ... Вариант, да. Второй вариант, он... Куда более... Препостительный, чем... Эээ... Вариант... Первый... Ну, вот. Потому что, ну... Все-таки... Все-таки... НЛП, это... Не та история, которая... Эээ... Ну... Знаете... Которая прям... Всегда, да, во всех... Эээ... Случаях... Полезна... Всегда, во всех... Случаях... Полезна... Там... Помогает... И прочее... Вот. То есть... Лучше, конечно, если бы вы... Эээ... Распользовались... Эээ... Более такими... И... Ну, естественными... Эээ... Моментами... И... Естественными способами. Вот. И... Выстраивали... Выстраивали бы... Отношения... Эээ... Эээ... Своими родными, да... С... Родными, любимыми людьми... Все-таки... Ну... Более искренне... Вот. Тогда бы... В общем... В общем... И... Семья бы... У вас... Эээ... Была бы... Гораздо... Эээ... Как бы так... Сказать... Ну... Гораздо... Может быть... Эээ... Сплочённее... Да... Вот... Эээ... И... Вам было бы легче... Вам было бы проще... Эээ... 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 Так мне видится... Эээ... Ваша ситуация... Вот... Я надеюсь, что... Вам помог... Эээ... Эээ... Заход больше... Со стороны... Межличностных отношений... Со стороны... Эдивидуалистичной... Психологии... Вот... Я не знаю, что... Вам пройдёт больше... Безусловно... Потому что... Ну... Указывает человек... Каждый человек по-своему... Указывает человек по-разному... Вот... Вот... Принимает... Но... Для вас... И для вашего ребёнка... Все-таки... Вот... Наиболее эффективно... Да... Было бы... Вот... Эээ... Действовать... Эээ... В таком ключе... Значит... Удачи вам! Всего доброго! Если... Понравился... Мой ответ... Эээ... Буду благодарен... Если сделаете его лучшим... Эээ... Если остались вопросы... Эээ... Задавайте... В личку... Эээ... Пишите... Буду рад помочь... Надеюсь... Что вы и ваш ребёнок... Будете... Сейчас... Удачи вам! Удачи! 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 Продолжение следует...